Танюша села монтировать видео, а у неё картина с маслом. Это мои охранники. Справа и слева. Вот посмотрите. Смотри, они сели вдвоём, сами пришли ко мне, сели. И Максим мостится сюда. Да? Горька. Ой, а ты девочка. Ой, а ты девочка, Ильичка. Колбасы на Елисе сидят довольные. Правда, те шерсти там на поддоме не замечалось. Они эту шерсть всю на улице где-то вытирали, об солому или ещё что. А теперь будет шерсть. Я заметаю шерсть. Там дома мы не заметали шерсть. Ты заметил? Да. Они почти постоянно на улице были. А, лежи, об траву. И об траву, да. Всю шерсть, которая выпадает, волосики, ну вот это вот. Оно всё было, оставалось. А сейчас это всё в доме. Короче, это ещё один повод поскорее перейдать в частный дом. Тут без разговоров. Но вы знаете, что я сегодня узнал? Это вообще сказка. Вот как Бог делает чудеса. Как вот Бог поддерживает. Я очень сильно расстроилась из-за соседки снизу, когда мы только въехали. Снимать её точно не буду. Показывать не буду. Но скажу так. Женщина материт всех и всяк. Проклинает даже просто не знаю. Мы ещё не успели въехать. Мы ещё даже не успели в квартиру войти. Нам просто открыли квартиру. А, мы вошли в квартиру, посмотрели. Нам показала хозяйка. Я говорю, пойдём, познакомишь меня с соседкой снизу, хозяйки этой квартиры. Я говорю, познакомь меня с соседкой снизу. Ну, чтобы мы познакомились, как бы общались. Вот мы въезжаем. Мы звоним в ней звонок, чтобы вы понимали, какая нам соседка попалась. Я не знаю, сколько проблем, конечно, с ней будет в будущем. Но мы тут уже и законы все изучили. И режим тишины изучили. Как это всё действует. Со скольки до скольки. Что закона, что незаконно. Мы же в доме жили в частном. Там же раздолье, что хочешь, ты и делай. А здесь же определённо, когда можно делать лимон, когда нельзя. В общем, я залезла, закон тишины Новосибирска изучила. Там же разные нюансы. Дневной ещё там тишина. Это дневной, как это, отдых, как он там называется. Вот. Но, короче, мы вот только прошлись по квартире. Посмотрели. Мы оставили детей. Она спускается. Мы звоним в дверь. Подошла к двери. Стоит, молчит. Не открывает. А я это и говорю. И? Ну, как бы что? Она, видно, увидела, что мы переговариваемся. Открывает дверь. Что надо? Я сказала, здесь никто жить не будет. Я вас выживу отсюда. Вы здесь жить не будете. Зря вы сюда въехали. Я вас выживу отсюда. Я вам жить не дам. Я стою в шоке. Думаю, ты меня даже не знаешь. А это говорит. Я тебе говорила, не дам тебе квартиранты сюда завести. Я сказала, здесь никто жить не будет. Мне шуметь здесь не надо. Мне здесь никто не надо. Мне нужна тишина. Та-та-та-та-та. Я говорю, вы даже не знаете, как мы себя ведем Вы даже нас не знаете Я не собираюсь вас знать, зря вы девушку сюда въезжаете Я вам жить здесь не дам Я вызову на вас милицию, я вызову на вас прокурату Там, участкового Мат-перемат, она эту хозяйку Просто проклинает, такие маты Просто она нас проклинала тут еще долго Потом, когда мы въезжали С вещами, тоже помогали, Боря приехал Тоже она тут обматерила всех подряд Фу Короче, соседка нам попалась Как знакомая мне до боли женщина В Кубе, вот так скажу Матерливая Проклинает всех, в общем Не знаю, что мы будем с ней делать И вот я в первый день очень расстроилась Да, мало того, что в квартире Мало того, что замкнутое пространство Мало того, что, короче, все эти проблемы Которые навалились, связанные с переездом Трудности, так сказать, не проблемы, трудности Тут еще и соседка такая Неадекватная, в прямом смысле слова А прибежала здесь Ну, вообще, в каждом доме Насколько, наверное, в каждом доме Есть управляющая дома Она вызвала управляющая Это управляющая пришла на меня тоже кричит Прибежала сразу Говорю, что она меня кричит Вы даже меня не знаете Кто вы такие? Вы вообще имеете право здесь находиться? Вы кто? Где ваш паспорт? Вы кто? Какая она стациональность? Короче, две женщины спелись Я не знаю, что мы будем с ними делать Вот Я наделась хоть управляющей домом адекватной Ну, в плане нормально поговорить Здравствуйте Кто вы там, что вы, как вы А она прям с такой агрессией на нас Видно они против того, что вообще В принципе здесь кто-то живет Вот, потому что они и хозяйку квартиры Здесь три года никто не жил Она приходила цветы поливать Каждый раз, когда на цветы приходят поливать Как-то ее материт Ну, короче Ты что, ходишь здесь? Давай ли продавай Что ты сюда ходишь? Она говорит Ну, вот такая соседка Мы знали, как бы на что идем Но мы не ожидали ни она ни мы Что она в таком объеме Максим Что она в таком объеме Будет себя вести плохо Максимка А, ну, не капризничай Играйся, вот машинка Играйся Что там? Закрыли дверь? Надо двери Открыть Я не открою мне дверь, пожалуйста Сейчас открой тебе дверь Да, возмущается, что дверь закрыли Да, иди, иди Они у тебя откроются Иди, иди, иди Я к чему все это вела? Что Бог поддерживает Я такая расстроена после первого дня И потом Боря приехал И к нам приехали друзья Которые рядом живут с нами Из церкви Они помогали разнозаносить Все они говорят А вы знаете Они говорят Мы рядом с вами тут живем А мы с ними дружим уже много лет Я говорю, как рядом с ними Все время мы будем у вас в домашке У нас по церкви Домашней церкви Все мы будем у вас в домашке А им это вы знаете Что рядом еще одна пара С которой вы дружите живет Мы вообще, говорит Они еще ближе, чем мы живем Я, короче, сегодня звоню этой женщине Говорю, а ты знаешь, что мы прям с тобой живем Одна остановка Десять минут пройти пешком Договорили, что я уже с ней К ней с ребятами приду Более уеду Я пойду к ней в гости Пройдемся Пешочком управляемся Она говорит, здесь вообще Чуть-чуть Прям 10-15 минут пешком Спокойным шаром Говорим, говорил Она говорит, а ты знаешь, что Через дом примерно от вас Живет еще одна пара С которой вы дружите Я говорю, господи Ну В противовес вот этой соседке Ты дал три пары С которыми мы много лет дружим Потому что, ну как бы мы дружим Но особо в районах мы не Нет, а где кто живет Мы как-то вот Приезжали Ну более едет Ну едет Адрес дали, поехали А вот так, где конкретно по району У меня находятся И три пары Три С которыми мы очень близки Ну с двумя очень близки С третьей у нас налаживались отношения Я говорю, вот это чудеса случаются Так меня сегодня поддержали просто вообще Поэтому И кошки тебя поддерживают И кошки поддерживают И сын приходил, мастился Убежал играться Ну и по поводу полов Чтобы это все-таки меньше И там шумело Потому что у нас дети Мы сразу сказали У нас дети Мы с кровати не прыгаем У нас дети адекватные Они там, не знаю Ну что, на барбанах На установке мы не играем На инструментах не играем На трубе не По квартире они не бегают Потому что мы по дому Им тоже запрещали бегать Мы в квартире в принципе запрещали Им в селе бегать Ребята бегают на улицу Но это опасно Кто-то идет с горячим Еще что-то с инструментом То есть мы их очень ругали Они у нас в веранде Только выходили бегать Здесь негде Здесь только на улице А там на улицу гоняли А мы туда в веранде говорим В веранде можете бегать В доме нельзя В игровой единственное Что они боролись Ну они будут бороться иногда Ну что раз в день побороться Ну это как бы не страшно Что у нас Музыку мы громко иногда включали Там колонку Даже часто включали громко музыку Но здесь уже не повключаем Здесь уверенно нужно будет включать Ну то есть мы с уважением Относимся к соседям Мы понимали, что мы едем в город Мы понимали, что под нами будет соседка Да, мы не думали, что она настолько будет Агрессивно настроена Мы думали просто как бы возмущаются ну тем более что ты сама с города выросла я жил в городе 9 лет в киеве я не привыкла что нам кто-то говорит вы нам мешай так мы даже не успели въехать мужа мешает вот это самое страшное когда ты уже мешаешь изначально когда ты еще даже не знаешь человек это самое страшное с соседями но как таком решать я мы тут договорились мы будем все снимать но вы все фиксировать будет нас материть мы будем просто подавать за за моральный ущерб за клевету и так далее по закону запрещено материть нападать я говорю я буду бороться просто сейчас у число не сказали вызовут мы сядем поговорим скажем мы сразу чисто будут орать будут материть наших детей будут нападать на нас агрессивно разговаривать с нами мы будем все фиксировать и писать заявление будем привлекать опеку чтобы защищала детей вот таких неадекватных людей будем бороться мы сначала спокойно решим поговорим с управляющим дом может она найдет на нее как-то слова да да нет какой-то давление будет мы живем да вы привыкли к тишине а вы пишетесь никто не живет три года до этого здесь жил просто человек очень тихий сам одинокий мужчина же тихий тихий это по словам хозяйки до послал хозяйки они привыкли они как бы как будто это и двор как будто ты кто лет вот вина будь аппаратной дверью хлопать но извините меня а у них такая парадная дверь что она сама очень захватывается и и даже закупать не надо наоборот придерживать мне все равно на громко хлопать я люблю это естественно но парадная дверь как вы будете туда-сюда бегать мы имеем право выходить на улицу заходить с улицы ну короче целый цирк конечно и на этом но мы к чему бы сайте это по ребят подождите пожалуйста боречка более не шумите мы поговорили с хозяйкой она купила линолеуме на подложке мы договорились ковры мы не стерим противники ковров на подложке на хорошей она по всей квартире по сервису из уважения потому что мы христиане мы себя в обиду не дадим в плане ну я не позволю оскорблять и обижать моих детей пугать их шумать их материть и понятно если будет надо крайне меры я буду также писать заявление подавать фиксировать это все и подавать в суд участковому сначала то мы будем как-то бороться с этим правильным законным путем так сказать без угроз без ничего во вторых мы поставим условия что общаемся мы только на спокойных товар если вы нас кричите просто разворачиваемся мы уходим мы общаться на каких-то на даже не собирается и в третьих из уже нет ним покупаем линолеум хозяйка поговорили об говорили что да она хотела простой линолеум купить но мы покупаем толстый линолеум на ложке утепленный шум от этой изоляцией чтобы потому что здесь полы деревянные полы деревянные и любой шум любой стук машинки падает еще что-то отдается эхом деревянные полы а эта подложка она будет фиксировать будет глушить глушить а звуки все мы люди не агрессивные мы люди не конфликтные мы стараемся никому ничего своего не навязывать мы стараемся найти всегда компромисс поэтому мы просто приняли решение как это сказать со своей стороны дети мы там запрещаем бегать прыгать скакать стучать в меру разумного понятно что мы не шикаем на них прям за каждый там выше у тебя там не знаю машинкой ты едешь не есть ну то есть есть какие-то нормы приличия есть нормы жизни понятно что мы это все будем учитывать но и себя в обиду тоже не дадим поэтому будем если шло писать фиксировать как будто вот такая у нас соседка попалась две соседки и причем 2 из них живут за стенкой кухни с той стороны короче думаю управляющая это под низу что это будет короче ребят надеемся что все будет хорошо у нас просто такой же сосед выжил наших друзей с квартиры писал участковым серми приводил 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 им все это надоело не съехали но гривы не на тех кто напали у нас не выжить если здесь поселились то это все мы поселить мы съедем только тогда когда нам надо будет максимка если мы закон не нарушаем говорю будем как-то принимать в общем еще предстоит но хорошая новость про друзей это конечно сказка бог нас поддержала противорез противобес всегда бог поддерживает поэтому держите за нас кулачки молитесь чтобы эта ситуация разрешилась как-то мирным путем чтобы мы с соседкой все-таки когда даже сдружились наладили отношения мы только за хорошие отношения вот ну все тогда пока пока до новых видео